Привет всем! Криштиану Роналду – кумир почти каждого мальчишки. Все начинающие футболисты мечтают достигнуть таких же результатов, как этот знаменитый португалец. Но порою кажется, что превзойти его попросту невозможно. В чем же секрет головокружительного успеха Роналду? Сейчас мы вместе попробуем в этом разобраться. Но для начала не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Осенью прошлого года Роналду забил свой 700-й гол в карьере. Любой, кто интересуется футболом, понимает, что это колоссальный результат, которого не достиг ни один из действующих футболистов. Вот только нет единого мнения по поводу того, в чьи ворота попал юбилейный мяч Роналду. Одни считают, что ворота Люксембурга в матче отборочного раунда Евро-2020. Другие считают, что этот гол был всего 699-й, а 700-й в следующей игре со сборной Украины. Разногласия связаны с голом, который был забит в сентябре 2010 года в матче Реал со Съедет. Тогда мяч попал в ворота рикошетом от Пепе, на которого и записала гол Ла Лига. Но в любом случае Кристиану первый и пока единственный из действующих футболистов забил свой 700-й гол. Можно часами пересматривать лучшие голы Роналду, но однажды ему удалось сделать то, чего он сам от себя не ожидал. 3 апреля 2018 года Роналду забил невероятный гол через себе в ворота Ювентуса в Лиге Чемпионов. Этот гол многие футбольные эксперты считают лучшим за всю карьеру португальцы. Буфон, который пропустил этот мяч, после этого поинтересовался, сколько лет Роналду, и был поражен, узнав, что ему 33 года. Такая техника исполнения кажется нереальной для спортсмена его возраста. Сам Роналду был чрезвычайно горд после этого матча и сказал журналистам, что этот гол навсегда останется в его памяти. Перед матчем он усиленно тренировал удары но не ожидал, что ему предоставится возможность проявить себя таким образом и забить просто феноменальный гол. Даже соперники тогда не могли удержаться от восхищения этим удивительным португальцем. Этот феноменальный гол, казалось, досрочно гарантировал ему золотой мяч. Но премию Пушкаша за самый красивый гол года тогда получил Мохаммед Салах, что вызвало бурю негодования у фанов Роналду. Переход Роналду из Реала в Ювентус, несомненно, стал главным трансфером в 2018 году. За 9 лет игры в испанском клубе Роналду успел сделать очень много. Играя за Реал, Роналду забил 450 голов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Тем не менее, руководство не смогло устоять, когда Ювентус предложил за лучшего, но все же 34-летнего игрока – 100 миллионов евро. Журналисты и футбольные эксперты тогда уверяли, Реал только выиграет от этой сделки, ведь скоро природа возьмет свое, и польза от Роналду будет гораздо меньше. Но, похоже, они поторопились с выводами. Криштиано уже успел отлично проявить себя в Ювентусе. Но если рассмотреть вопрос экономической выгоды, то дело тут не только в игре. Как известно, Роналду имеет огромное количество фанов по всему миру, и теперь их внимание привлечено к Туринскому футбольному клубу. А это дает возможность зарабатывать не только на футбольном поле, но и за его пределами. Ведь, как известно, огромные деньги приносят рекламы. Кроме того, присутствие португальца должно привлечь новых инвесторов в Ювентус, что, согласитесь, немаловажно. Вопрос о сильных сторонах Роналду способен поставить в тупик любого футбольного эксперта. Все дело в том, что Криштиано – универсальный футболист. Он одинаково хорошо бьет обеими ногами, часто забивает головой и обладает уникальным ударом со штрафных. Мяч летит по замысловатым траекториям, которые сложно просчитать голкипером. Он прыгает выше всех, бегает быстрее всех и обладает высокой выносливостью. Конечно же, для этого нужно много тренироваться. Один из главных секретов Роналду заключается в том, что он трудоголик. Помимо изнурительных тренировок на поле, Роналду тренируется дополнительно по 3-4 часа, 5 раз в неделю. Особое внимание Роналду уделяет кардиотренировкам, которые способствуют сжиганию жировой массы в организме и развитию выносливости, которая так необходима на футбольном поле. Роналду также работает над растяжкой, координацией и не игнорирует силовые упражнения. Но не только спорт является залогом его отличной формы и прекрасного самочувствия. Роналду ведет абсолютно здоровый образ жизни. Старается спать не меньше 8 часов в сутки и употребляет исключительно полезные продукты. Получается, что каждый человек, который будет вести здоровый образ жизни и тренироваться столько же, сколько Роналду, может выйти на те же результаты, что и у португальцы? Многие сомневаются в этом. Врачи провели медицинские исследования и установили, что его организм работает не так, как у большинства людей. Его сердце бьется очень быстро. В спокойном состоянии оно производит столько же ударов, как у обычного человека во время бега или других интенсивных физических нагрузок. Повлияла ли эта особенность на успехи Кристиану в спорте? Врачи затрудняются ответить на этот вопрос, но то, что этот парень особенный, ни у кого не вызывает сомнений. Еще более поразительным является тот факт, что Роналду в детстве перенес операцию на сердце, но даже это обстоятельство не помешало ему добиться колоссального успеха. Кажется, он не остановится ни перед чем. Личная жизнь Роналду всегда интересовала прессу. Среди его подружек было множество моделей, но оказалось, кумер миллионов просто не способен на длительные и серьезные отношения. Появление на свет Кристиану-младшего и близнецов вызывало много домыслов и сплетен. Никому не было известно имя матери кого-то из детей. Некоторые журналисты даже заподозрили Роналду в нетрадиционной ориентации. Но все изменилось, когда в жизни футболиста появилась испанская танцовщица и модель Джорджина Родригес. Хотя пара до сих пор и не узаконила отношения, кажется, у них все более чем серьезно. И лучшим подтверждением этому стало рождение четвертой дочери Роналду – Аллана. На этот раз имя матери никто не скрывал. Кроме того, у Джорджины прекрасные отношения с остальными детьми Роналду. Так что у футболиста теперь полноценная семья. И он является отцом четверых детей. Конечно, это огромный стимул держать себя в форме и быть лучшим для своих родных. С уверенностью можно сказать, что любовь детей и поддержка красавицы жены – еще один секрет успеха Роналду. Вы верите в судьбу, высшие силы или привыкли полагаться исключительно на себе? Правда ли, что добро вознаграждается, а за зло человека настигает кары? На самом деле, не так уж важно, во что именно вы верите. Ведь если вы будете делать добрые дела от чистого сердца, то обязательно станете хоть чуточку счастливее. Как известно, у Роналду на теле нет ни одной татуировки, так как он часто сдает кровь как донор. Португалец жертвует много денег детским больницам. Он также нередко откликается на просьбы людей, которые обращаются к нему за помощью. Однажды он полностью оплатил операцию на мозге для одного испанского мальчика. А затем, чтобы поддержать выздоравливающего ребенка, вышел на футбольное поле с новой прической. На его виске был выбрец своеобразный зигзаг. Никто не придал особого значения такой смене имиджа Роналду, пока не оказалось, что этот зигзаг напоминал по форме шрем, который на всю жизнь останется на голове у ребенка после операции. Детские мечты самого Роналду сбылись, и теперь он старается помочь другим детям. Кто знает, возможно, успех Роналду – награда за его добрые дела. С уверенностью можно сказать только одно – все семьи, которым помог футболист, очень благодарны ему и искренне желают всего самого лучшего. На странице Роналду в Инстаграм почти 200 миллионов подписчиков. Такая любовь фанов приносит футболисту немалые деньги. Один пост на его странице стоит почти миллион долларов. За прошлый год он сумел заработать 50 миллионов долларов только благодаря Инстаграму. Но деньги вовсе не главное для Роналду, ведь любовь фанов нельзя купить. То, что множество людей по всему миру любят Криштиану и верят в него, мотивирует футболиста работать все больше и больше, чтобы ни в коем случае не разочаровать преданных поклонников. Субтитры сделал DimaTorzok